Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы будем говорить об очередном этапе работ на винограднике. Сегодня у нас 13 июля и что мы будем делать? Сегодня у нас будет последняя подкормка азотная, то есть навоз, компост и прочее. Дальше уже будут продолжаться подкормки только фосфором и калием, которые нужны для возревания. Но сейчас еще последняя азотная подкормка. Второе, что мы будем делать, это опять проводить обработку от грибковых заболеваний, от мильдию и йодиума. Это тоже будет последняя химическая обработка. Дальше уже будем смотреть какими-то, может, народными средствами для поддержки. Но сейчас у нас еще минимум месяц, а то и полтора до снятия урожая. Поэтому смело можно проводить нормальные химические обработки. Про обработки я вам рассказывала в прошлых видео, про то, какие бывают препараты, контактные, системные. Все это есть, под видео оставлю ссылку. Сейчас еще как раз прошли дожди, целую неделю была такая непонятная погода. И даже кое-где йодиум стал себя немножко проявлять. Не буду показывать, там уже листики эти поубирали, но тем не менее. То есть сейчас это самое время, когда это нужно сделать. И еще сегодня буду рассказывать про одну операцию. Это удаление листьев вокруг гроздей. Расскажу зачем, расскажу почему. Все покажу. Смотрите, сразу же не отходя от места. Здесь у нас Аркадия. Вот такие у нее уже грозди. Смотрите, по сравнению с моей рукой. Ну и для чего удалять листья. Вот здесь будет чуть лучше видно, наверное. С одной стороны у нас здесь мульча, с другой стороны, потом покажу на другой шпальере. Здесь может ничего не быть, будет расти трава. И первое листья, вот эти нижние, у нас будут тянуть к земле инфекцию. Да, здесь проволочка может быть низковата, но тоже покажу на других примерах. То есть первое это инфекция. Дальше. Нашим ягодам в наших условиях Минской области. Я сейчас говорю про конкретно наши опыты, наши примеры. Им не хватает тепла и света. Это я уже в видео, где я рассказывала про свисающий прирост, я говорила о том, что в наших условиях солнечных ожогов на ягодах нет. Если у кого-то что-то появляется, ну, наверное, вы южнее раз. Во-вторых, может быть, это было что-то другое, а не солнечные ожоги. Ну, я не видела, не знаю. Повторюсь, я рассказываю про свой опыт. Так вот, чего не хватает нашим ягодам? Нашим ягодам для хорошего созревания не хватает света и тепла. Поэтому мы будем удалять листья вокруг гроздей. Самые вот близкие, которые их притянят. Ну, я при вас это не буду делать. Это, наверное, глупо показывать и отнимать на это время. Я потом покажу результат. Давайте посмотрим на других шпалерах. Ну, вот смотрите, здесь зилга, вот то, что я говорила, да, снизу трава, здесь у нас нет мучи, уже ягодки. Смотрите, начинают розоветь и листья вот этих притянят. То есть вот эти вот листья, несколько штучек мы уберем для того, чтобы ягодам дать солнце. А еще я вам уже говорила о том, что сейчас прошли обильные активные дожди. И сейчас может быть, ну, скажем так, вспышка грибковых заболеваний. Поэтому, когда мы убираем вот эти листья, мы даем лучшее проветривание нашим ягодам. Соответственно, они не будут загнивать, не будут портиться. Что тоже нам в плюс. При этом убирайте листья. Если мы будем это делать правильно и грамотно, то не надо бояться того, что мы лишим растения питания. Потому что ему этого питания хватит. Под видео, где я рассказывала про свисающий прирост, там вот кто-то писал, что 15 листьев на килограмм ягод. Ну, понимаете, это такие данные усредненные. Может, это, конечно, и наука, но как человек с высшим биологическим образованием, я вам скажу, что это данные средние по больнице. Смотрите, вот это у меня сейчас русвен янтарный. А теперь посмотрите размер листа. Вот по сравнению с моей рукой. И сколько тут листьев? Можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырадцать, пятнадцать. И он на две трети шпалеры. То есть, когда он растет до верха, ну, если руководствоваться этой логикой, то свисающий прирост здесь не нужен вообще. Так, при таком количестве листьев. Но я вам показала размер этих листьев. Теперь разворачиваемся в другую сторону. Зилга. Смотрим лист. Две моих ладони, некоторые больше. И считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тут даже пятнадцати листьев не будет. Вы понимаете, что вот эта масса листьев, площадь, она гораздо больше. Поэтому эти данные очень-очень усредненные. Но, конечно, убирать листья надо тоже с умом. А вот сейчас еще покажу вам теплицу. Вот в теплице мы уже убрали все внизу. Я... Грозди вообще должны были висеть выше, но от своего веса они просто растянули очень сильно проволоку. Смотрите, что здесь происходит. Тринадцатого июля у нас сегодня. Вот такие вот набирают грозди. Но, опять же, почему так убирали, кстати? Обратите внимание на тот же лист. Вот у тепличных сортов маленький. Маленький лист. Ну, тут им достаточно и тепла, и питания. Вот они идут у нас туда вверх. Ну, конечно, уже когда до верха до крыши дорастут, тогда будут обрезаться. Пасынки тут... Ну, то, что не мешает, оставляем. То, что мешает на два листа. Так вот, здесь мы внизу убирали не только листья, но и пасынки. Опять же, руководствуясь принципом рациональности. Так получилось, что вот было влажно, было прохладно, и теплицу особо не открывали. И в гроздях пошла гниль. Понятно, что мы все гнилые ягодки в гроздях удалили. Вот, как говорится, век живи, век учись. И поубирали все нижние листья, чтобы гроздь не проветривались. Потому что вот этой зеленой массы нам хватит выкормить. Вот эти гроздьи. Найду поближе, просто покажу, что здесь видите. Даже вот она. Прямо лежит. Все поопускалось. Подвес. Ну, это ж еще не все, но еще натянь. Или вот там вот. Вот там гроздь. Смотрите, какие. Это длинненькие ягодки. Это хаджимурат. Вот такое. И все, листья пасынки максимально, чтобы здесь у нас все проветривалось. Ну, а на улице, чтобы еще питалось солнечным светом и теплом. Ну, вот смотрите, что у нас получилось в результате обрезки листьев. Вот это шпалера русский ранний. Видите, гроздь практически полностью там. Все освобождено. А теперь смотрим, сколько у нас зеленой массы. Огромное-огромное количество. Эта зеленая масса без труда сможет прокормить вот эти вот ягоды. Ну, и здесь тоже, если мы посмотрим только снизу, может показаться здесь Алешенькин и кусочек рукавозилки. Видите, Алешенькин не очень хорошо опылился. И Алешенькин, в принципе, очень подвержен заболеваниям. Поэтому там вообще все надо, чтобы очень хорошо проветривалось. Но при этом, опять же, показываю. Смотрите, листья даже, я не знаю, наверное, на четыре моих ладони наверху. То есть вот это все может без труда прокормить эти ягоды. Но при этом Виктория вот рядышком. Тоже покажу. Смотрите, какие грозди неплохие. Она очень слаборослая. Поэтому здесь мы практически вообще ничего не убирали. Смотрите, какой листик. Подойду поближе просто, чтобы было в чем сравнить. Видите лист какой на полладошки? Вот они такие. Совершенно небольшенькие. Это особенность сорта. Он низкорослый. И даже не низкорослый, слаборослый. Но при этом, видите, вот такие грозди. Здесь у нас молодые кустики. Второй, третий год. На них мы вообще ничего не делали, потому что тут шпалера новая, она изначально формировалась правильно. Здесь хватает всего. И солнца, и проветривания. Поэтому пока что ничего не трогали. Но еще на этом кусте вот можно парочку убрать. Вот смотрите, на том соседнем. Наверное, вот так вот обойду, чтобы было лучше видно. Видите, ничего убирать не надо. Здесь и так все хорошо. Все хорошо проветривается. Все хорошо освещается. То есть тут ничего делать не надо. При обрезках, повторюсь еще раз, мы пользуемся принципом разумности. Вот здесь у нас виноград сорта Симоне. И смотрите, как я тут оголила. То есть вообще вот так вот делать не надо. Хотя там зеленой массы хватает. Но скорее всего, что этот куст у нас последний год. А дело в том, что там растет молодой кустик другого сорта. Шпалера переформировывается. Ему надо свет, чтобы он мог расти. Поэтому здесь немножко приходится жертвовать и давать рост молодежи. Ну вот, смотрите, супага. Несмотря на то, что в описании сорт идет как беседочно, сильно ростно, у нас он растет почему-то. Может, место ему здесь не нравится. Не очень сильно, при этом довольно крупные грозди. И здесь я вообще практически ничего не делала. Буквально один-два листа убрала, потому что супага где-то в середине сентября созревает. То есть чуть-чуть совсем убрала, чтобы было солнышко. Но при этом, если побеги вот такие вот слабые, то, конечно, надо максимально зеленую массу оставлять. Еще одна зелба. Смотрите, уже начинает... Вон, видна гроздь. Начинает ягода розоветь. Причем буквально на глазах. Вот там вот темненькая. Дальше чуть проведу. Видите, тут только-только еще начинает розоветь. Ну, а мы сегодня провели операцию, которая поможет ягодам созревать чуть быстрее. Ну, и здесь вот тоже показываю. Огромные листья. И вот они до верха. Ну, на сегодня это все, что я вам хотела рассказать, показать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», будут мои контакты. В сезон обращайтесь по поводу приобретения черенков и саженцев. И до новых встреч. Пока! Пока!